Каши, овощи, особенно летом, потому что... Маленький сезон, особенно арбузы, дыни, ну, по-моему, вообще... Вот, хоп! Совсем другое дело. Интереснейшие вещи насчет урины, но... То есть, я так понял, существуют технологии, благодаря которым можно, понимаете, свое тело переделать более структуры устойчивые к времени, к износу и так далее. И за счет этого уже, будем говорить, и приобрести какие-то сверхспособности, и жить там и так далее. Но всем этим надо заниматься, а то-то-то, то-то, 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 все тут как хорошо. Помните, на вашей творческой встрече, бабушки нас спрашивали, в каком количестве есть соды по утрам? В каком количестве есть соды по утрам? По утрам, значит, достаточно общепринятая чайная ложка. Тут вообще, вот если так говорить, в каком количестве, тут надо брать свой собственный вес и соотношение. Ну, я не знаю, какое должно быть соотношение. Вот если у воды, говорит, на один килограмм веса тела, надо, значит, 30 граммов воды. Если 100 килограмм, значит, 3 литра, если, грубо говоря, 50 килограмм, значит, полтора литра, а не то, что всем полтора литра, так далее. Так тут и соды, тоже какая-то вариация должна быть. И ее, значит, с утра мы гасим в процессе разогрешения в кипятке, то есть чайную ложечку в стакан положили, пол стакана кипятка, все это прошипело, это погасилось, сверху добавили воды комнатной температуры, чтобы она можно было пить. И выпили натощак, и тогда она нормально. И тут самое интересное вещь, опять-таки, вот как-то, знаешь, можно так вот поверхностно сказать, она там кислотно-щелочная равновесие в сторону щелочного, там, ну, сдвигает, нам надо щелочное, там, якобы, равновесие. Вот. На самом деле, на самом деле, щелочь вот этого сода, да, она основной компонент крови. И оказывается, в зависимости от того, сколько ее, сколько ее, у нас и защита, то есть, вот, различные виды иммунитета, иммунитет клеточный, иммунитет крови и так далее, так далее, так вот, если взять вот такое понятие, как иммунитет крови, в зависимости от того, какая концентрация там соды, она должна быть нормальна, вообще-то, не больше, там, не меньше, настолько будут устойчивы наш организм. И с утра все это нормально идет. Как только мы поели и начинаем соду пить, у нас мы не улавливаем, когда у нас окончился процесс здесь в желудке, когда он начал салий и еще, происходит, что сода начинает взаимодействовать с этим самым кислотными, на всеми сонками, и мы только можем испортить пищеварение. Поэтому лучше все, чтобы наверняка утром натощак и все. А потом буквально через 15 минут уже можно есть. Ну что еще сихотворение? Давайте. Маняка такая, маняка, да? Такое домашнее. В доме уютно и светло, лучик солнце бьет в окно, тишина и благодать, хорошо здесь проживать. Речка рядом с Соловей, слышится кукушка, и жена мне говорит о любви на ушко. Это большой привет, привет, как Каменско-Шахтинский. Вот, поэтому, ну если еще что-то ты сам спрашиваешь, когда знаешь, интересно, почему такие беседы интересны, потому что попадаешь в поток, поток творчества, поток информации и пошел-пошел без запинки. Я обычно плохо говорю, да? А тут вроде как я и нормально, да? Почему плохо? Передачиваюсь на одном дыхании и всегда иду. Ну, иногда там, это скорее всего на Малахов Плюс бывало, так что трудно сказать. Мне там... То есть Малахов Плюс это вы вели с кем? С Малахов Плюс Малахов Плюс? Малахов Плюс сначала с Андреем Малаховом вел, ну там где-то месяца два, потом пришла Елена Плокова. Так вот почему-то я особо заикался и так далее, потому что на ухо мне традел, продюсер, что надо так сказать. С одной стороны, и нормально что сказать, с другой стороны, ты что-то остроил хочешь сказать, а тут получается, ты должен слушать, соображать, что надо сказать, да, свое как-то. И быстро тоитировать. А тут вот здесь тебе говорят, и ты хрен поймешь, отсюда говорят тебе, со своей мыслью, отсюда еще, и какой-то, короче, холдор, псс. Вот интересное стихотворение, такое философское. Возможно, это был конец, который стал самым началом. Я ногу ставлю на ступень и начинаю все сначала. Кстати, вот эта вот интересная вещь, начинать все сначала. Если мы рассматриваем какие-то о своей жизни, ну, действительно, это начало, это конец, начало любви, дружбы или еще чему-то, то тут получается, ну, какие-то вот это вот ностальгия, потом получается, может быть, недовольство, то потом там живешь в прошлом и так далее. На самом деле, на самом деле, ну, это не только мое мнение, это жизнь, это сплошной урок, сплошной урок, тебе дается одни там задания, как ты их пройдешь, ты их прошел, тогда даются тебе другие задания, то есть все, все сначала начинается. И самое интересное, тебе подбираются люди для этого, одни, другие, допустим, ну, в школе одни были, в семье там другие, на работе третье, потом тебе еще куда-то там перебросили, еще куда-то, еще куда-то любимая ушла, другая появилась, еще там что-то, еще как-то, и ты все это там как-то оттачиваешь, и у тебя, ну, вот я считаю, должен, в конце концов, остаться, остаться такой положительный, накопленный опыт, в результате которого меняется твое сознание, и ты не расстраивайся, не обижайся, не пытайся там, мститель, еще что-то делать, ты просто говоришь, о, какой-то урок прошел, как тебе получили, хорошо, о, я в возрасте не стал, однозначно, это самое сдохное. Мне понравилось перед уходом, у Лены Борцова спросили, как вы считаете, есть ли загробная жизнь, посторонняя жизнь? Она говорит, я не знаю, у меня, в принципе, информации нет, чтобы доказать, да, сказать наверняка, но я считаю, что весь накопленный жизненный опыт, вот вся эта информация, которой очень много, не должна куда-то деться, она должна передаваться, и я думаю, что все-таки там жизнь есть, чтобы передать весь накопленный жизненный опыт. Вот здесь получается, что опять-таки, давным-давно было, значит, вот эта вся эта наука, тщательно разработана, куда действительно опыт девается, и так далее, и так далее, вот, и дальше совершенствуется, а оказывается, оказывается, вот я, опять-таки, не свое, если бы я что-то придумал, это действительно, тут было, что-то такое, все уже придумано до меня, просто остается разъяснить. Значит, существует, вот, Бог, Бог, значит, ну, вот, начнем с того, как я пришел к тому, что к вере в Бога, там, вот так ты, там, вере, еще так вере, еще, я пришел к вере в Бога, вот так, в Библии сказано, что человек создан по образу и подобию Божьему, да? Значит, ну, я не знаю, как Бог создан, но именно в человеке я знаю. Так вот, сначала появляется одна клетка, эта клетка становится костями, кожей, глазами, там, волосами, всем, чем умудрена, да? Смотрите, вот он, вот он, организм, вот эта, вся эта вселенная, вот, построенная с одной клетки, да? Вот. И вот, ну, первоначально вот эта клетка, а вернее, та сила творческая, которая использовала материал этой клетки, там, делила ее и так далее, и привязывала для себя, значит, она сделала вот такой вот организм для своего собственного совершенства. Так вот, каждая клеточка думает, что я вот живу вот в этой вселенной, в организме, да? Я живу якобы для себя, родилась, там, что-то делала и так далее. Нет, оказывается, тебя, то есть нас, организм общий, вселенная, для своих собственных целей, чтобы мы делали то-то, то-то, то-то. И когда мы начинаем все это делать, вот, как клеточка кожи, значит, она будет существовать. Клеточка крови нужна, клеточка там, глаза, еще когда-то. Тогда организм нас поддержит. Это вот очень много, значит, почему люди одни болеют, а другие не болеют. Вот. Если ты делаешь свое дело, которое полезно всей этой вселенной, ну, ограничимся, землей, ну, туда же, вселенную, да? То тебя поддерживает организм. А если ты становишься, а, а, эта клеточка раковая, сейчас я тебя сажу, значит, организм тебя начинает уничтожать. Вот что интересная вещь. И я тогда понял, вот он, действительно, вот он, организм, который создал все это, вот это, все это, видим вселенное. И если ты с ним взаимодействуешь, если ты с ним как-то вот благостно относишься, если ты как-то чувствуешь, как он тебя пронизывает, как он тебя поддерживает, как он тебе, знаешь, даже вот интересная вещь, как он тебе дает какие-то благие, такие, ну, будет благодать, которую дает. И ты тогда стараешься, понимаешь, ну, Бог говорит, кому-то меньше отказывает. Ну, например, кто-то там сфотографировался, собрался, а ты, да, пошел ты там занесу, там, или еще что-то. То есть ты, хотят, пожалуйста, сфотографировались, еще там что-то сделали, еще. То есть, если ты действительно нормально все это делаешь, то тебе, тебе даются возможности еще что-то сделать полезное. И на более большем масштабе. То есть я вот написал книгу в Каменске и Шахтинске, ну, город, что там город. Она нужна была, оказалось, вот, нужна, да, хоть ее подхватила страна. Далее, значит, вот, я уже не собирался там на телевидении там работать, как-то я думал, свою газетку Малахов про там, делаю там все, там, и остальное. Вот, и хара. А меня опять, вот, тычут туда, тычут туда, вверх. Ну, а все что-то, значит, будем делать. Так вот, существовала, значит, наука, она давно была. То есть все это было, просто потом все это норовит искажаться, кто-то себе взял, это мое, это мое, мое, мое. Это изменило, да, это изменило. Так вот, оказывается, приходит, будем говорить, ад, 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 будем говорить, великого и любящего, вот, как в организме, отделяется одна, значит, ногу, говорят, они интересуют луч, вот, который начинает развиваться. Для того, чтобы он, оказывается, развивался, он должен воплотиться в физическом мире, потому что в физическом мире мы можем получить информацию. И для того, чтобы, значит, получить эту информацию, должно сформироваться сознание. И это сознание, мы вот считаем с опытом и так далее, что это там, ну, это наша душа, на самом деле нет. Сознание это, ну, как механизм, который нужен для того, чтобы собрать информацию, вот, на основании которой, как измениться, ну, вот эти вот, почему моральные качества, что, ну, грубо говоря, стоит ли там кого-то там лупить или не стоит, стоит противиться или не стоит, или еще что-то. То есть, ээээ...